Успытываем водородное давление. Тут уже у нас получалось 60 атмосфер. Это компрессор кондиционера, довольно мощный. И паял кондиционер, то есть, запаял пистолетом, потом заделал. Так, сейчас проверяю на давление максимальное. Баллоны эти выдерживают до 15 атмосфер. Так, сейчас у нас здесь хиль. Хиль могут не выдержать шланги вот в этих соединениях. Соединения елочки, в принципе крепкие, должны выдерживать. Ну, посмотрим. Ух! Страшно. Так, давление уже пошло. Очень хорошо. Ну, получается. С ним почти 8 атмосфер давления. В персерах насосы может качать и 40 атмосфер. Да-да, 40 атмосфер запуска накачал. Так, выключили компрессор. Я объясню, что это за штуку я создал. Так, посидел маленько вечером. Поразвлекался, как говорится. Значит, вот это вот выступательный кран. Как он называется? Не кран, а поступательный вентиль. То есть, мы таким образом можем открыть здесь давление и сделать расход минимальный. То есть, у нас будет давление 8 атмосфер. Здесь запредельное показывает 8 атмосфер примерно. Ну, расход воздуха будет, при этом давление очень маленький. То есть, я вот давлю, зажимаю. Здесь 8 атмосфер. Расход воздуха минимальный. То есть, это нужно для сохранения объема воздуха, чтобы он весь не вылетел. Например, если проверять что-то, там, ну, герметично, те же, к примеру, радиаторы, кондиционеры. Нам надо просто дать давление, но чтобы не потерять много воздуха, чтобы постоянно не качать из-за насоса. Накончал ресиверы и мы можем теперь продавливать, опрессовывать, модное дурацкое слово, которое я не люблю, опрессовывать радиаторы. Соответственно, можем еще уменьшить, можем совсем закрыть. И вот при давлении 7,5 атмосфер, мы можем запросто вот так опрессовать радиатор с насадкой. Такой наш фланг обычный. И все. То есть, это ресивер-компрессор. Это компрессор, два ресивера и регулирующий выход по потоку. Скажем так. Вот что это такое. Ну, соответственно, можно, конечно, открутить сильнее. Это сразу может обезжало. Вентиль, который это все дело регулирует. И таким образом мы можем использовать небольшой объем воздуха, но с большим давлением. О, он нагрелся, видимо, компрессор. температура температура у него приличная температура где-то наверно градусов под сотку масло закипело внутри так сейчас надо подумать чем будем охлаждать компрессор неожиданная проблема появилась показанности ничего лучше не худшего не придумал чем охлаждать мокрой мокрой холодной тряпкой масло все еще продолжает кипеть то есть пока компрессор накачал вот эти ресиверы до 9 атмосфер 2 2 13 литровых у него вскипело масло начало дымить ну и сам он нагрелся соответственно несколько раз так я думаю сделаешь компрессор скажет до свидания чтобы такого не было надо подумать над его охлаждением путем недолгих раздумий решил сделать охлаждение водное или водяное пусть будет водное корпус и компрессор герметичный сейчас мы заведем с водяным охлаждением он уже сразу резко остыл открываем наливаем водой и включаем компрессор Насколько времени пошло дальше Так, его скатывается Вверх и вверх Так, что у нас с температурой Покатерть ему Главное, что он нам накачал, через петельку И всасывает Засасывает нормально Отлично Только он вроде не бьет, тоже хорошо Торминисатор поднял повыше Все с температурой Так, сейчас с водой Вода пока холодная Отлично А влюмина Торминисатор поднял Подближается к восемь Торминисатор поднял Так Кому понравилось Ставим лайки Подписываемся на канал Пока, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok